о чем мы будем сегодня рассказывать вот мы будем разговаривать о том мужике который стоит перед лабиринтом вот и выглядит да выглядит так как будто вы научусь оперировать руками и похлопать его по плечу сказать мужик нормально все вот выглядит так как будто бы он не решается давайте вот ну принципе наверное как сказать то не так уж не так уж и не понятно это да вполне себе можно вполне себе можно предположить почему там лабиринт большой да непонятный вот собственно об этом и будем говорить сегодня когда у людей есть некоторые некоторые задачи причем задача задач чаще всего бы что что интересно да что что весело что парадоксально что часть чаще всего собственные задачи то есть человек сам себе придумал чё делать казалось бы все уже знает казалось бы все придумал казалось бы он понимает жилье хочу вот тем не менее ну почему-то нет не не работает почему-то за этим хочу ничего не происходит мы говорим да может быть там боюсь и там или опасаюсь или что-то еще но здесь наверное слова как раз этот случай когда слова немножко условно слова немножко условные там целый может быть комплекс причин ну собственно говоря задача наша сегодня да наверное об этом поговорить и дать какие-то инструменты на тему того как с этим комплексом причины разбираться действительно ли там боюсь или это пресловутая какая-то зона комфорта или это нас обманывает или нас как бы подставляет поставляет собственный мозг ну мозг в биологическом смысле слова который как бы как бы такой пример чего привести в в мире животных например ну собственно в том мире из которого вы вышли и вышли не очень давно вот в мире животных нету идеи ходить спортзал например вот в мире животных там нету идеи на там чем-то еще таким заниматься странным в мире животных нету идеи изучать языки других животных вот есть огромного количества вещей в мире животных не существует а собственно говоря этот мир животных напротив у нас существует и вот этот парадокс тоже мы сегодня затронем как раз выбирая тему для сегодняшнего эфира мы интересовались что было бы интересно услышать для себя и прозвучала такая фраза ну вот лично для меня говорит человеку где есть вот такая тема я хочу получить право я хочу водить автомобиль но боюсь я хочу плавать но я боюсь и это все от одного человека и мы стали там когда обсуждали эту тему вспоминать что действительно много людей вскользь эту фразу кидаю да я вот хочу поменять место работы она боюсь до или тревожусь а как она будет а что что за этим последует собственно говоря это фактически некое такое состояние она сопровождает людей в жизни но она не всегда рефлексируется да не всегда человеком воспринимается как проблема которую можно и нужно решать но они просто с этим живут и не предпринимают никаких действий для того чтобы реализовать свои желания но находят какие-то объяснения ну и без этого пока и вот так я смогу это обойти но тем не менее если мы говорим о том что жизнь нашу можно менять улучшать и все-таки даже каких-то простых поставленных целей достигает то почему бы и нет если а у нас есть для этого инструменты и возможности очень очень простая такая вещь на нас которая следует начать для для понимания и наверное мы ее уже рассказывали наверное неоднократно потому что кажется что рассказывали просто кучу раз но может быть не может быть не видео может быть на тренингах как ну давайте от чего от чего да и каким образом нас нас спасает спасает собственно тот самый наш там биологический биологический мозг спасает от излишней траты энергии на тему того что думать придумывать там менять нейронные связи создавать что-то новое каждый раз использовать там трудозатратные энергозатраты точнее прошу прощения энергозатратные схемы мышления вот то самое осознанное мышление этому мозг очень легко очень быстро укореняет стратегии которые один раз сработали например да 1 2 3 либо очень качественно или привычки вот те самые там зоны комфорта да то есть очень 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 быстро очень быстро то что мы то что мы делаем это что дает нам определенное там определенное качество жизни определенное уровень решения наших каких-то задач мозг за это хватается все как ништяк мы нашли теперь будем делать вот так и вот это самое вот так очень быстро уходит уходят из из зоны из зоны осознанного знания фактически когда мы что-то научаемся делать впервые да как когда-то там что-то новое у нас появилась мы изучили мозг научился он понял как делать и действительно происходит формирование привычного действия да мы не говорим там стиль мышления понятно привычное действие алгоритм который мозг раз за разом прокручивает когда мы хотим чего-то новое то что не существовало в этом самом нашем алгоритме мы мы сталкиваемся с ситуацией что начинаются вот эти самые внутренние в мозгу конфликты конфликты в кавычках конфликты то есть не то чтобы там все против вот но почти все против не то чтобы проще вопрос а нужно ли учиться чему-то другому нужно ли учиться но но я вот привык делать вот так вот да человек говорит сам себе да а я можно делать вот еще и вот так вот вопрос а зачем а делать по-другому если я уже там 25 лет вот это дело какая разница угрозу своим запасом энергии автоматически включаются у нас привычные стратегии привычные шаблоны и поведение то есть привычные привычные шаблоны мышечные ну то есть если если речь идет про какие-то действия которые тело затрагивают то это автоматом включаются привычки тела в том числе то есть ну давайте там постановка ног постановка рук там то как мы держимся да там танцы боевые искусства разные танцы они разные дача занимался там чем-то и вообще ничем не занимался а тут раз и надо новое у него все тело он встает встает как он привык а тут надо по-другому каждый раз вот это вот как каждый раз его мозг с мозгом заносит на на привычные если мы говорим о каких-то навыках когнитивных таких более более психологичных чем телесные то там в том числе мы включаем еще и внутренние диалоги особого типа внутреннего диалоги которые мы привыкли себе говорить в той или иной ситуации поддерживающие голоса дали там напоминающие голоса думаю позитивно давайте купил чек книже сюда и там написано на мыслить позитивно чек хорошо я буду мыслить позитивно и он начинает мыслить позитивно сознательно но при этом если он до этого работал там 20 лет как нам кризис менеджером до или типа того вот или или кем-то там еще по поводу того что учет рисков такой прям под подробно детальную в голове нормально там уже такие то есть как только на чем-то думает начинать сразу включаться все его анализ анализ рисков если 20 лет он жил дома там с родителями с самого детства и у него на двери на выходе висела список уходя проверь свет выключи свет выключи газ выключи там воду и все такое соответственно вот это будет запускаться автоматически в данном случае наверное это и полезно но на факт остается фактом что привычные действия заменить на какие-то новые бывает непросто особенно если это делается путем вот я теперь это перестаю делать вот я теперь буду делать вот так вот и каждый раз это будет некая внутренняя такая война потому что прежняя старая привычка она будет брать вверх у нас там нет дала пока вопросов и так думаю мы снова так рассказываем классно вот если есть вопросы какие-то вы нам задавайте пожалуйста мы будем на них отвечать и если у вас есть прям такая жизненная какая-то задача вы тоже чего-то хотите но боитесь да или там тревожитесь по поводу того что вдруг вы достигнете результата да и что потом давайте мы как раз таки и разберем такой ситуации и собственно говоря продолжает вот эту идею борьба война но это все слова в кавычках некоторые инерции некоторые инерции которую надо преодолеть но собственно говоря проблема то проблем то в том что за этой инерции может довольно много чего стоять вот то есть ну накопленная за там какой-то период времени там куча мыслей куча чего-то еще да это могут быть и опасения да это могут быть и привычки да это могут быть и некоторые непонимания да это могут быть и там какие-то такие вещи типа там но я там ничего не знаю а чуть-то пойду я там никого не знаю да вот то есть некоторые могут стоять и убеждения которые скажем там то чтобы там сильно ограничивают но просто определенным образом канализирует давно говорят же до лучшие враг хорошего тоже говорят да вот то есть речь здесь даже не идет о о там тех самых жестоких ограничивающих убеждениях мы об этом наверно будем говорить в следующий раз наверно мы про фокусы и убеждения поговорим вот нет речь идет о тех убеждениях которые которые ну мы строим мир свой да мы описываем для себя как мир как он устроен до чтобы не можно было нормально жить вот об этих убеждениях убеждениях нормальных правильных которые так так или иначе описывают наш мир вот которые ну там да есть там немножечко ограничений но немножечко и плюсов есть и все нормально все прекрасно мы мы пожалуйста с ними вместе живем и они тоже некоторые пути нам могут закрывать просто потому что мы раньше там не ходили да у нас есть как батареона и проторенные другие пути все-таки существует и достаточно сильно идея о том что знакомая ситуация какой бы она ни была там и насколько бы сильно она нас не удовлетворяла но в некоторых случаях там чуть-чуть не очень в каких-то ситуациях прям вообще не очень но ситуация знакома ситуация понятна и в ней уже существуют алгоритмы которые минимуме минимизируют вот те самые эмоциональные неприятные эффекты и человек в этом привыкает жить потому что это но с какой-то точки зрения там ну безопасно да то что фактически мы называем зоной комфорта но она комфорт не потому что там приятно а потому что там понятно что делать в том или ином случае да если ситуация будет как-то там развиваться вот и выйти вот из этой зоны комфорта в таком понимании действительно бывает мозгу сложновато потому что там от него потребуются уже другие стратегии другие энергозатраты там ему нужно учиться переобучаться и вот на этом этапе возникают ощущение того что есть и здесь какие-то ценности да и они хороши и включаются вторичные выгоды которые могут удерживать человека вот в той ситуации с которой им якобы хочется уйти и все это начинает тормозить изменения а уровень какого-то там легкой тревоги да там хочу но боюсь он сохраняется он фоном поддерживается но человеку зачастую удается его немножко так пригасить проигнорировать но если вот эта тревога если вот этот страх становится интенсивнее тогда человек понимает вот я сейчас понимаю что я хочу изменений но я действительно боюсь в этот момент мы можем все-таки с этим поработать не дожидаясь этого замечательного момента да когда наконец-то психологи могут с вами поработать не дожидаясь этого пользуясь случаем что вы находитесь и так уже на канале который без всяких психологов но если всего лишь двумя бесплатными помогает вам некоторыми инструментами пользоваться вот не дожидаясь этого замечательного замечательного кавычках опять же момента когда вы там поняли что прям окончательная должна быть война с собой ты когда вы только только планируете например какую-то деятельность вы чаще всего попадаете в ситуацию когда у вас в мозгу как-то одновременно активизируется вот этот все о чем мы говорили да там и привычки такие привычки такие причем все это неосознанно все это неосознанно и чаще всего она возникает такая ситуация что это даже еще не страх это скорее такое непонимание то есть вроде бы туда хочу вроде бы хочу этим заняться но одновременно в голове просто так вот эти такая метафора как будто бы как будто вспыхивают в кучу разных мест там всевозможные всевозможные непонимания там пустые места какие-то там дыры которые связаны с этим контекстом да и которые мы не знаем чем запомнить и поскольку это все проходит вне контроля сознания то возникает в голове такая ой ой все возникает типа сразу так много все сразу непонятно и все раз ой ой у него не было не внутренняя да если для кого-то унесенные ветром ситуация знакомая до внутренняя скарлетта хара говорит я подумаю об этом завтра современном переводит как раз то самое ой все и есть собственно говоря что делать тогда чуть 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 с этим делать одна из одна из замечательных замечательных техник и практик нлп позволяющиеся работать самой со самому с собой да там не нужен оператор техника которую замечательно используют в коучинге потрате карта она уже там мотивационный квадрат общем кучу кучу раз его переопределяли перри называли да и мы его по моему уже раз или два упоминали вот ну и давайте еще раз еще раз он такой полезный начинаем выписывать начинаем выписывать в ответы ответы на вопросы но вот здесь здесь наверное давайте так здесь наверное даже может быть его не весь целиком там даже там это нам не полная проверка экологии нам просто плюсы и минусы достаточно просто выписывать плюсы и минусы все того что вы планируете за тренажерный зал плавание там что-то еще или неважно да хорошо вот там собираюсь заняться вот этим чем плюсы в этом в этом в этом в этом чем минусы что мне не нравится в этом а я не знаю вот этого я вот этого шапочки нету я решил проблему шапочкой вот просто там как раз в чем прикол когда вы выпишите это все на листочек все плюсы и минусы вы тогда можете этот этот процесс планировать самостоятельно что как чего уже там детали за тот самый там съесть слона по частям то самое путь в тысячу ли начинается с одного шага китайцы красиво умеют говорить даже если вы столкнетесь с тем что но опять же тот пример на с которого вообще начался этот эфир хочу водить автомобиль но боюсь да и даже если вы выпишите в этих пунктах чего чего даме минусы да там ну вот я боюсь да там у меня тревога по поводу безопасности а мы здесь как как раз таки можем и разбираться да это что фобическая реакция так она легко решается да есть техники которые позволяют снять этот неадекватный неоправданный страх на вот если это вопрос в безопасности нужно изучить правила пдд нужно научиться владеет владеет а там переключение там всяких педалек и так далее но научиться водить потренироваться и тогда это действительно становится все гораздо проще как только вы выписали и проанализировали для каждого пункта есть инструмент с помощью которого этот пункт можно реализовать или нейтрализовать тогда становится понятно что если там за там за каким-то из вот какой-то идея стоит там я не знаю я не умею да или там вот что то еще ну тогда значит просто ну учиться как-то по-другому значит да в том же самом там вождение автомобилей ну значит значит вы просто внимательнее будете учиться значит там возможно чек пойдет еще и на какое-то дополнительное обучение вождения то есть не только то этом для корочка там контраварийное вождение что-то еще есть и вещи то есть если там действительно обоснованы опасения на сходить получится почему бы и нет те же самые там плавание то есть тоже плюсы и минусы когда вы когда вы таким образом анализируете это 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 позволяет вот эту самую ситуацию когда в голове все одновременно включилась ее как раз вытащить вытащить и понять что включилась как включилась все все вот эти вот элементики которые которые раньше просто вот комком в голове там активировались да они черпотные на бумажечке каждый можно по отдельности проверим так так же как любая эмоция застилает что называется разум дата закрывает глаза говоря метафора и тревога и страх точно также застилают глаза точно также не позволяет увидеть как эту задачу можно решить и тогда наша задача снять эту эмоцию да то есть немножечко ее на отстранить и когда мы начинаем писать вот эти пункты до что хорошего мы получим чего мы опасаемся какие там могут быть отрицательные результаты мы действительно уходим от эмоции уходим в область разума в область логики вот в область понимания и тогда мы только тогда мы можем увидеть где у нас затых потому что в большинстве пунктов вы увидите что все понятно да это озвучено а в каком-то пункте вы поймете что именно он вас останавливать но пока вы не начнете этот процесс написания вот этого анализа а мозг может там просто не позволить вам сквозь эту эмоцию понять и осознать да на чем реально то надо поработать при этом еще один есть такой маленький лайфхак который тоже присутствует прямо у нас сейчас в нашем замечательном телевидении обратите внимание что на заднем плане вот этот мужик перед вот этим своим большим делом видим там и его со стороны со стороны немножечко сверху и включая немножечко и лабиринт тоже видно удивительно полезная картинка попалась нам в интернете если найти для того чтобы выписывать вот этот папа удобнее вам плюсы и минусы для того чтобы анализировать вы их анализируете вот точно также отстранена как мы смотрим сейчас на вот этого мужика раз с его лабиринта отстранена как про человека похожего на вас мы же все знаем что советовать всегда легко на со стороны беднее со стороны прекрасно так вы со стороны посмотрите на жизнь вот такую же как у вас в точности да и со стороны прям скажите вот это отчетом тут нормально тут нормально раз 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 вот эта отстраненность диссоциация по нашему да она в том числе дает но это же вы не про себя правильно это же вы не про себя же про кого-то похожего на вас а значит у вас вы не включаетесь в процесс вы не включаетесь процесс вы не ассоциируетесь у вас не включаются вот те самые то ваша личная ассоциация там ваши личные эмоциональные не падают вот эти самые там что и эмоциональных типа там мы да я не буду это все это нафиг не надо вообще нет в этом про кого-то про кого-то там похожего на вас буду ебут отчет а там париться все и все тщательно записываемся нормально это очень полезные это тоже очень полезная очень полезная штука взгляд со стороны собственно говоря тоже для для чего для чего в том числе да люди ходят психологом и коучем потому что но если мы убираем убираем в сторону рассмотрения того что того что относится к сфере там терапия именно смотрим только такую общая психология коучем подход вот такое все да и экспертную штуку убираем то тогда вопрос только в том что люди ходят за взглядом со стороны еще приходишь рассказывать чего-то психолог там его где-то останавливает может быть там это вот вы говорите вот это вот что вы имеете виду чуть не у такую говорил неужели я даже не знаю если подумать вот за этим за этим собственно и ходят да собственно говоря в этом разница до посоветоваться с друзьями или проконсультироваться у коуча да друзья они могут посмотреть со стороны и действительно вы можете получить классный какой-то совет рекомендацию со стороны но наши близкие они все равно так или иначе вовлечены они где-то там за нас где-то немножко может против нас там там за другую нашу сторону да вот и и тоже вот это за все хорошее для нас кстати точно вот поэтому не хватает вот той самой отстраненности диссоциации и там слово объективность наверное тоже сложно использовать хорошо не хватает отстраненности поэтому когда мы совершенно незнакомому человеку описываем ситуацию как вот мы видим воспринимаем он может обратить внимание на те моменты которые мы воспринимаем как факт но не по но не принимаем в рассмотрение да как решающий момент поэтому конечно же вот такая диссоциация взгляд со стороны это очень полезный навык и есть смысл пользоваться услугами психологов коуча если вам действительно нужно посмотреть на ситуацию отстраненно а и увидите иначе вот и тогда значит собственно говоря 1 1 чем и чем вам порекомендовать выписывать плюсы и минусы выписывать все мысли по поводу вот этого самого мероприятия о котором вы задумались смотреть со стороны да как как на человека который вот там живет жизнью такой же как вы да похож на вас там но но не выйдя чтобы не чтобы не вовлекаться чтоб включить тот самый там да взгляд со стороны то самое самое полезное сессов коучинговую позицию вот да да конечно же вот по выписанному если там будут какие-то реальные убеждения да если там будут реальные какие-то там страхи реальные какие-то вещи то есть если мы реально упираемся в ресурсы которых у нас реально нету для этого это это может быть вполне и это прекрасно ведь прекрасно что это вышло на уровень сознания потому что но опять же да если вы там в глубине души знаете что у вас чего-то принципиально нету для какой-то деятельности какого-то может быть маленького ресурса да ну нет то тогда думая об этой деятельности вы сразу чтобы не попадать в ситуацию когда да да станет очевидно что вы там чего-то не можете не знаете ли не умеете и чего-то у вас нету да вы будете себе это немножко закрывать потому что там там сразу чувствуется что я там неприятная вещь на на фоне а тут вы и выписали для другого да все дальше там можно включить нашу же запись эфира про ресурсы конвертация ресурсов поиск ресурсов включение ресурсов это все есть дальше дальше техники простые понятны если это все есть уже если это уже осознанно то дальше там ну какие-то техники до терапии например там страхов да какие-то техники это просто вот там техники поиска ресурсов там навыков или это просто вопрос планирования и в том числе вопрос планирования навыков мы когда рассказывали про целеполагание про цели мечты и миссии у нас был этот эфир мы приводили пример на тему того что люди когда какой-то деятельность новую планируют или задумываются они они цели себе на нее какие ставят это же тоже не не всегда свои цели иногда люди ставят цели какие-то и какие-то извне то есть если я уж должен начать бегать по утрам да как это должно выглядеть ну как как он должен вот как в интернете у людей это выглядит или как или я должен сразу марафон сам быть или или где или что да если я должен начать плавать тот что это такое но все равно же в этом в этом случае у человека должны быть какие-то модели для подражания если человек не видит этих каких-то нужных поведенческих социальной точки зрения реакции даже там нужно заниматься спортом какие ну например там плавание бег там велосипеды дали экстремальные виды спорта и откуда у него возникает идея чем заниматься на основании того что он видит да и он это встречает с собой да вот мне понравится это мне не интересно еще что-то но скорее всего модели для подражания у него будут ого-го какие да там все красивые все прямов и здесь тоже мы об этом говорим регулярно на курсах и практик на целях на цель на модулях на цели полагания да мы говорим если если цель конечная сильно далеко от текущего она будет демотивировать это не там как это это не мы придумали да это факт если цель очень сильно отстоит на демотивировать нужно ставить цель промежуточной соответственно пожалуйста вот они промежуточные соответственно надо проверить если у вас за идеей там похода в спортзал если ролевые модели там стоят его лучшие годы а ну а вы скажем так мягко говоря там сильно него не похоже да и точнее похоже на его для него в его юные годы ну вот кстати самый самый вот похожесть на него в юные годы это фактически нормально отправная . да если мы возвращаем идеальную цель приближаем к реальной да то вполне себе мы можем отталкиваться от того с чего начинала наша модель для подражания но он такой вот был но я понимаю но вот это говорит о том что каждый кто сейчас такой а может понимать что у него есть перспективы роста есть варианты куда двигаться при этом наш мозг давайте сделаем тогда давайте его будем использовать так чтобы он нам помогал и в том числе вот это наш самый там биологическое учитывать будем мозг вот так если мы ставим сильно большую планку мозг мозг просто не поймет наша психика не понимает как это надо значит ставить помните о большой планке но ставьте и промежуточные новомодные новомодное слово там road map дорожная карта что ну что когда да там через месяц вот это через два месяца вот это через три месяца вот это и потом пропишите пропишите вот такой вот таким вот образом и нормально получается тогда и вам понятно что вы себя не ограничили не сказать и потому и это не недоступно я вот немножко тут чуть-чуть да нет почему пожалуйста идти куда но идите через вот эти вот промежуточные нормальный промежуточный этап и но главное поймите какие они для вас совершенно верно когда вы понимаете что вас ждет да когда есть какой-то более-менее план понятный вашему мозгу да не общий там конечная цель да а есть не некий путь там уже в общем то все понятно там нет места эмоции мы когда на логику переключили там чем бояться там нечего уже просто нужно делать соответственно может переключается на режим месте и чем детальнее будет этот план тем меньше остается мест для эмоций для тревоги тревожиться можно тогда когда не понимаешь чего ждет а когда уже прописал когда понимаешь что собственно говоря остается только действовать в этом месте лабиринте у того мужика должна по верху появится такая красная линия так проходка по лабиринту да и у него сразу резко стало бы свободно и спокойно и легко да вот ну что и наверное давайте еще один давайте нам еще один лайфхак опять же по поводу использования мозга во всем вот этому использование мозга вообще слова лайфхак вот есть есть одна есть одна такая штука по поводу вот новых новых каких-то там новых навыков до новых новых начинаний что тоже позволяет нашему мозгу нормально нормально с этим работать вот научитесь или найдите способ вот эту самую новую деятельность и ваша в ней развитие полюбить полюбить прям вот прям полюбить влюбиться в эту деятельность да так чтобы прямо там вот так вот да и даже еще сильнее это включает немножко другие механизмы там тогда ну может быть не сильно может быть не сильно целенаправленная будет деятельность может быть она будет менее менее направлены но как как сказать то включаются включать там опять же немножко другие схемы работы мозга когда когда мозг наоборот переключается в режимы быстрого хорошего обучения там импрентирование там запечатлевания когда вам очень интересным становится как же там все это устроено когда в тренажерный зал вы приходите ки и думаете блин афигеть сколько же сколько прикольных железную эту штуку зачем это а как как тут тянуть вот так не фигу себе а если вот так вот ничего себе какие у меня оказывается мышцы есть каких местах да вот вот такие ничего себе как еще можно да а плавание да а вот а а тут как можно а тут как можно то есть какие как можно вот так можно вот так можно плавать одна одна наша знакомая тренер по английскому языку она регулярно регулярно видим она рекомендует что там ну любите этот самый английский язык найдите за что его любить найдите что именно там чтобы чтобы действительно вот вернуть любить любить им очень многие люди очень многие люди кто учил получил иностранные языки они говорили говорили словами но наверно такими же как они говорят про там своих спутников жизни до или по своих любимых хочется хочется с ним быть всегда до хочется хочется побольше узнать там хочется побольше времени проводить есть люди фактически фактически вырывались туда вот вывод сам в этот самый контекст вот научитесь если вот так вот сможете сделать тоже очень прикольно посмотрите ну опять же мы напоминаем вспоминаем делаем отсылку по вот эти самые наши работа состояния эфир по работа состояниями эфир про эфир про блин ресурсы господи внутренние чувства вышло из головы вот вспомните вспомните как вы как как это состояние когда когда вы во что-то когда вы там чего-то очень сильно чем-то сильно увлечены вспомните его достаньте его наложите его на вот это вот на на этот предполагаемый навык посмотрите вот для тех кто для тех кто нлп практик для тех кто хорошо хорошо учился хорошо хорошо помнит это все техники субмодальности упоминаем до субмодальные модальные шаблоны редактирование субмодальных шаблонов как выглядит давайте так как выглядела когда-то например какая-то деятельность которая вам то безумно нравилось было очень сильно интересно какие там субмодальность если их наложить сейчас на что-то ну пожалуйста вот вот вам вот вам и будет ну что у нас вопросы есть какие-нибудь у нас не знаю ну чем мы все понятно рассказываем потому что хочется может быть большего интерактива до чтобы отвечая на были лайки конечно же на нам том числе интересно когда мы получаем вопросы и рассказываем не общие какие-то вещи да а рассказываем их применительно каким-то вашим конкретным задачам вот то есть при этом вы получаете такую мини консультацию да вот а с другой стороны эти примеры ну и хотя как например и приводит все равно из нашего опыта да то есть не сказать что они абстрактные тоже такие вот жизненные ну вот интерактив она прикольнее кажется поживее тогда выглядит эфир ну что раз у нас нету никаких вопросов тогда чем можем сказать тогда мы можем сказать только одно до новых встреч пишите пишите нам обязательно пишите письма задавайте вопросы там что еще какую тему может быть вы хотели бы чтобы мы рассказали как обычно да мы просим присылайте свои вопросы пишите пожелания по темам записи остаются можете их пересматривать до подписывайтесь на наш канал в ю тубе потому что все записи которые остаются они оказываются в ю тубе в свободном доступе можно посмотреть в любой момент можно ими делиться оставлять у себя на стене и они всегда будут там рядом с вами ну и тем не менее всегда рады видеть вас в эфирах наших прямых эфирах ну что ж и до новых встреч до новых встреч в эфире лупи тиви самого полезного тиви в мире до свидания пока